Китайский журналист Юань Би ни во что не ставит сборную Кыргызстана по футболу и думает, что футболисты Китая должны зарабатывать свои 6 очков в матчах с Филиппинами и Кыргызстаном. Однако наши футболисты настроены вырвать хотя бы второе место в своем квартете и выйти на стадию плей-офф. Оскара Соломбекова по праву можно считать футбольным экспертом. Он сделал немало для отечественного футбола. Соломбеков считает, пусть китайские СМИ думают, что мы ни на что не способны. Это даст только положительный результат. По-моему, в 2014 году проходили Азиатские игры. И до 90-й минуты наша сборная вела 1-0. И что вот сила спорта, сила футбола. Кыргызстан, который на карте китайцы не знали и не видели, начали искать, что за страна Кыргызстан и как там развит футбол. Наши успехи, конечно, налицо. Вот Кыргызстан, это вот мы были в рейтинге 75-е, да, сейчас 80-е, 90-е. Но наше место сейчас золотая середина. Золотая середина. И то, что там один журналист вот так заявил, вот, пусть они вот так вот заявляют. Это очень хорошо. Другой аспект победы – это хороший специалист у руля команды. В сборной Китая тренер-итальянский специалист Марчелло Липпи. Безусловный мастер своего дела. А у Кыргызстана Александр Крисинин, который поднял Кыргызстан в рейтинге FIFA со 147-й позиции на 91-ю. Отметим, Китай на данный момент находится на 76-й строчке. Липпи – это очень известный тренер, тренер, который делает чемпионов. Вот в этом плане и Кристин, я должен сказать, тоже не отстает. Он нашел наших игроков за рубежом. И вот этот сплав молодости, опыта, там, Землянухин, Мурзаев, Исмаилов, Бернхард, Майер. И с новыми нашими ребятами, Каират, Бигджан, Байматовыми. Да, я думаю, они должны тоже дать результат. Стоит отметить, сборная Кыргызстана проводит сборы перед Кубком Азии в Дохе, куда игроки прибыли еще 8 декабря. Режим тренировок у них двухразовый. Тренер сборной Кристинин рассказал, что процесс подготовки очень утомительный. Однако футболисты настроены оптимистично. И выход из группы – это только первая цель. Здесь никаких больших секретов нет. Мы видоизменили некоторые организационные моменты, улучшили качество и тщательнее стали относиться к выбору мест проведения подготовки перед матчами. И, конечно же, это усердная работа и правильное отношение футболистов к тренировкам, как тактически, так и психоэмоциональном плане. Естественно, все это дает нам результат, который мы имеем. Мы поступательно движемся вперед, и это еще не предел. Также стоит отметить, что сегодня кыргызстанская команда проведет первые из трех запланированных контрольных встреч, которые стартуют в 21.00 по бишкекскому времени против сборной Иордании. Это матч в рамках подготовки на Кубок Азии предстоящего года. По обоюдному согласию сторон встреча пройдет в закрытом режиме. Вы знаете, сейчас среди футбольной общественности, азиатской общественности ходят различные мнения по отношению к различным командам, в том числе и по отношению к нашей сборной команде. Учитывая тот факт, что мы участвуем в этом розыгрыше Кубка Азии в первый раз в своей истории, я думаю, рано давать какие-то оценки, потому что сама игра, сами матчи поставят все по своим местам. А то, что говорят журналисты, это их право. Они исходят из каких-то, может быть, субъективных, отчасти, может быть, и каких-то объективных показателей и факторов. Стоит отметить, сборная Кыргызстана попала на Кубок Азии впервые в своей истории. Турнир пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля. Эмираты примут игры на своей территории во второй раз впервые с 1996 года. Право быть хозяйкой первенства страна завоевала в конкуренции с Ираном, Кувейтом, Саудовской Аравией и Таиландом. Продолжение следует...